привет дорогие друзья вы на канале колдун блог с вами катеров танки и сегодня у нас будет такая тема про т25 skoda это премиум немецкий танк точнее чешский танк 5 уровня тот редкий танк который не страдает от слабых пушек как обычно страдают премиум на этом уровне вот и тема у нас будет на этот раз пришла мне такая вот в голову мысли что смельчаки ветер помните как король и шут есть песня такая смельчаки ветер я ведь не из робких все мне по плечу сильные я и ловки боя затащу примерно та же самая история нас будет происходить в этом бою чтобы вам было интереснее сразу скажу что это бой на мастера вот мастера взять на шкоде принципе не так уж то и просто потом поскольку танк среди премиум машин 5 уровня является одним из самых популярных вот ну и понятно почему то скорость определенная наклона броня имеется также хорошая динамика да и отличная пушка вот это все для премиумной машины которая в общем не испытывает необходимости часто использовать голду является очень такими факторами привлекающими потребителя которых покупать данную машину эти мы действуем очень смело идем вперед мы уже практически на крае карты наши слоупоки все расползлись по серпантину в основании там базы да немножко на линию е вы ползли все и лишь один type t34 где-то там более-менее по берегу идет больше никого нету нам плевать мы идем вперед да и все что нам благо на этом уровне можно тащить самостоятельно ну минимум в половине ситуации потребности в туповатых союзниках мы как бы особо не испытываем это является одним из таких плюсов данного уровня боев накинули к вы видите стреляем под башенную коробку и сразу же откатываемся вот здесь лакуста кто пытался выскочить мы очень аккуратно стараемся есть скв хай воевать машине очень мощная пушка вот гораздо мощнее чем у нее было действительно на вооружении и поэтому мы стараемся здесь ромбом выкатываться но все равно как мы не старались один рикошет все-таки мы сработал у нас один но 2 ответе попал в лег мех вода выкатывается к в 1с вот здесь уже ситуация усложняется тем что два противника нас вылазят вот к вышке накидываем опять в основании башни крите помогает нам союзники серпантина спасибо им большое вот наконец-то будет хоть какую-то помощь от них почувствовали добили мы к вышку совместными сильнее здесь только в этой 34 с пушкой в 11 вот не является для нас очень большой проблемой вот поэтому мы вполне все благополучно накидываем снаряд за снарядом и вот его уничтожаем один раз он все-таки мадреса нас пробить чиним мы своего мех вода привинтили ему новую голову кибернетическую теперь он может спокойно воевать дальше и теперь благополучно смотрите что мы сделали самое главное в этой ситуации да то есть мы пошли вперед мы это ли понять союзникам что город чистый полностью никого нету никто с берега накидывать не будет сами здесь задержали вот этих товарищей до легкие танка два тяжелых и дали по цвету и благодаря ему вот это вот батарея которая шла по серпантину смогла по ним отработать и дала им уверенность в том что можно идти в наступление что у вас отсюда никто в борта простреливать не будет вот что в общем сейчас и происходит они идут в атаку теперь они уже подсвечивает нам вот вот так наша смелость сыграла нам на пользу хотя зачастую прекрасно знаете что world of dance игра кемперская по своей натуре да и чаще всего здесь выигрывают те кто сидят в кустах нежели идут в атаку но вот по крайней мере на вот таких вот боях это чувствуется несколько по-другому вообще для пятых уровней конечно баланс сделано много лучше да то есть для middle level а баланс намного лучше чем он находится там скажем для танков начинает седьмого уровня там с балансом совсем дело плохи вот и вот на этом уровне можно вот так вот тащить видите сколько мы дома уже нанесли и помогли нашим союзникам практически самостоятельно решиться идти в атаку дальше но все здесь остается только стоять и по засвету набрасывать нашим противником выбираем цель vk 3001 нич вот не самая слабая цель скажем так по броне видите некоторое попадание даже на заблокировала своей броней вот и ну для нашей пушки собственно говоря даже такая цель является вполне себе съедобной и мы не используем вообще голды вот теперь от едва появилась мы откатываемся за код чтобы вот бы находиться в инвизе к сожалению сушка 85 перегородила нам сектор обстрела но главное ведь и что мы стоим за кустом и вот нас отсюда вот увидеть достаточно тяжело наконец-то сушка отползает я не знаю зачем так было вылазить он перекрыл нам сектор обстрела полностью мы выцеливаем ком башню от едва вот но с такой дистанции что-то там сделать достаточно непросто скажем так потому что все таки это т2 вот это одна из самых сильных пт-шек на своем уровне и принципе если так провести параллели одна из самых крепких пт вообще в игре есть вот брать по уровням но идет перестрелка наконец-то наши союзники добили вдвоем это т2 и мы соответственно сближаемся чтобы уже зажать полностью в клещи всех противников которые находятся непосредственно в горном ущелье практически без сведения закинули в борт снаряд 3001 нич вот и сейчас пытаемся выцелить ему башенную коробку попасть туда тем временем слева появилась т67 но она то появляется то снова прячется мы как бы ее игнорируем потому что и занят там наш союзник хотя собственно это тоже угроза вот потому что ну как бы что мешает ему тоже выехать и сбросить один снарядик бортом но благополучно наш союзник все-таки разобрал т67 союзный разобрал вражеский т67 и что остается нам здесь стоять и сдерживать выкатывающегося в атаку 3001 нич закинули мы несколько попаданий в него вот он еще раз выкатывается и финальная добиваемого все последний противник у врага остался шерман 3 британский вот но мы уже не стали туда ехать по понятным причинам потому что все равно у него там хп оставалось чуть-чуть и просто даже немножко выгоднее остаться на захвате вот такой у нас получился бой как видите иногда решительность дает свои плоды даже учитывая склонность нашей игры кемперству тем не менее иногда это приносит такие замечательные результаты которые сейчас вы можете видеть на своих экранах и огромное удовольствие от игры потому что такие когда вы побеждаете в атаке намного интереснее чем стоит настреливать в кустах по крайней мере так считаю я надеюсь вам понравилось ставьте свои лайки подписывайтесь на канал и до новых встреч пока